здравствуйте дорогие друзья хочу вам прочитать отрывок из произведения федора абрамова дом почему именно это произведение потому что в этом произведении автор показал понятие дом очень многогранно и разнопланово это и место где живет герой где его окружает природа где находится его малая родина в то же время дом это часть большой огромной отчизны родины и третье понятие дома это внутреннее состояние самого человека который он выстраивает и так федор абрамов дом но больше всего лежа вот так в траве под лиственницей петр любил смотреть на коня на это деревянное чудо на крыше ставровского дома за эти дни он вдоль и поперек исходил излазил дом и его поражала добротность и основательность работы он сам как-никак плотницкую академию фазу кончил поражал лес из которого выстроен был дом отборный безбаллонный снаружи немного подгорел повыветрил 60 лет все-таки постройки а изнутри как новенький янтарный звоном звенит и петр любил проснувшись поутру он один спал в передних избах горницах подать голос и голос гулким эхом раскатывался по пустым ничем не захламленным избам эхом как по лесу на вечерней и утренней заре если бы он не знал в живи степана андреяновича хозяина этого дома он не задумываясь сказал бы тут жил богатырь до того все было крупно размашисто поветь сени избы хоть на тройке разъезжай и какими скучными какими неинтересными казались нынешние новые дома однообразные предельно утилитарные напоминающие какие-то раскрашенные вагоны и увы дом михаила может быть лучший из всех новых домов тоже не был исключением а может и в самом деле раньше жили богатыри приходили на ум петру ведь чтобы выстроить такие хоромы название-то какое какую душу надо иметь какую широту натуры какое безошибочное чувство красоты петр удивился себе родился вырос среди деревянных коней с редкого пикашинского дома бывало не глядит на тебя деревянный конь и не замечал проходил мимо мал был глуп кусок хлеба все заслонял на свете или для того чтобы запела в твоей душе родное дерево надо в досталь понюхать железо и камня подражать на городских сквозняках он запомнил ту весну когда степан андреянович начал вырубать из матерой винтом витой лиственницы этого коня запомнил как они с братом григорием ножиками соскребали с комля кусочки розовой ароматной серки никакая заграничная жевательная резинка не может сравниться с ней запомнил то время как они как раз тогда с братом прибежали из училища когда ах охлупень с конем уже готовым вытесанным лежал на белых березовых плашках у стены двора и вот сколько лет с тех пор прошло 20 22 а конь нисколько не постарел ни единой трещины в его необъятной шарообразной груди но не весело тоскливо смотрит деревянный конь со своей высоты от чего от того что остался один во всем пикашине один из всего былого деревянного стада петр решил отстраивать старый пряслинский дом дорогие друзья читайте федора абрамова